Ребята, вы просили меня снять продолжение моих проверок 24 часа в каких-то местах Брукхейвен. И сегодня мы с подписчиками пробудем 24 часа в генераторе, в генераторе Брукхейвен. И узнаем, произойдет ли что-то интересное или нет. Ну а тебя я прошу подписаться обязательно на мой инстаграм. Там совсем осталось чуть-чуть до 10 тысяч, поэтому мне будет приятно, если ты на меня подпишешься. Ссылочка, если что, в закрепленном комментарии. Так, ребята, я уже нахожусь в Брукхейвен, остается дождаться моих подписчиков. Только вот незадача. Я снимаю, как обычно, по утрам, и все мои подписчики в школе. Я не понимаю, где вы все. Не хотите ли вы прийти и сняться со мной видео? Алло, подписчики, здравствуйте, добрый день. Я хочу, хочу, чтобы вы пришли, потому что... Чё мне? Одному смотреть скучно. Одному смотреть скучно, но в любом случае, ребята, надо идти. В любом случае надо идти, поэтому мы двигаем с вами в генератор. И там пробудем 24 часа. На часах у нас в данный момент 10 утра. Это прекрасно. Это означает, что мы сейчас возьмем... Давайте сразу возьмем синюю карточку для того, чтобы мы с вами могли туда попасть вообще. Потому что если не взять эту карточку, то вы знаете, что попасть в генератор не получится. Ну, можно, конечно, забагать, но кто этим будет заниматься-то вообще? Никто, правильно? Правильно. Итак, заходим внутрь. Как обычно, здесь я путаюсь, не могу найти выход. Всегда. Так, теперь нужно выходить, пытаться. О, всё, мы это сделали. Мы это сделали... Так, спустись ты, ё-моё, дурачок, а. Ну, ладно, всё отлично, всё отлично. Кстати, ребята, многие пишут в комментариях, спрашивают, откуда у меня вот эта вот корона. Ребята, эта корона, её купить нельзя, к сожалению. Купить её нельзя. Она выдаётся разработчикам игр в Роблоксе. Кстати, у меня есть игра. Заходите, играйте, там скоро выйдет новое обновление, новые секреты. Ссылочка на неё будет в закуплённом комментарии. Но вот эта корона, ребята, можно получить только как награду за какие-то успехи в вашей игре. Если у вас там, например, 100 тысяч посетителей в игре будет, да, либо ещё что-то, тогда вы можете получить корону. И там они несколько уровней бывают. У меня их две. Две. Первый у меня за одно достижение дали, второе за другое достижение. Ещё, по-моему, там третья, четвёртая, по-моему, да и, по-моему, их пять, если мне память не изменяет. Вот, так что, если хотите такую корону, ребята, создавайте игры, делайте их крутыми обязательно, и тогда у вас тоже будет такая корона. Итак, что мы делаем? Мы возьмём, конечно же, я не знаю, что нам понадобится. Понадобится нам машинка это или нет. Давайте вообще левую какую-то возьмём. Нам абсолютно будет всё равно на неё. И двигаем в генератор. Я не знаю, может быть и хорошо, что подписчиков не будет, потому что там места как бы мало, да? И в таком случае будет намного комфортнее там находиться. Но, ладно, мы двигаем туда и посмотрим. Скорее всего, реально, все подписчики в школе, никто не может зайти в Роблокс поиграть и ко мне подключиться. Хотя обычно всегда они это делают. Итак, заходим с вами в генератор. Поворачиваем вот у нас здесь карточку, как видите, мы уже взяли. И теперь будет 24 часа торчать там и смотреть, произойдёт что-то или нет. Может быть, ребята, кстати, может реально что-то произойти. Может быть, вот здесь, видите, написано temperature stable. Может быть, нам выстится какая-то новая надпись. Может быть, там будет написано не stable, а unstable. Типа нестабильно. Сейчас стабильно, а будет нестабильно. Ладно, давайте как мы с вами поступим. Во-первых, давайте мы врубим с вами вот эту вот штуку. Надо же написать, да, пароль ввести. Поэтому мы его сейчас введём вот так вот тут. Влад Брайс, отлично. И я не знаю, что нам нужно будет сделать. Давайте включим тогда вот этот вот генератор и будем торчать здесь. Только вот мне, я ничего не взял с собой. Поэтому давайте мы сейчас тут сразу организуем какой-то палаточный домик. Какой-то небольшой, чтобы можно было где-то находиться. Только я не знаю, он вместе сюда или нет. А ну-ка, давайте попробуем. Так. Ставься. Блин, а поставить его сюда нельзя. А, чёрт, почему так? Блин, реально нельзя его сюда поставить. Капец, вот это обидно. Это обидно. Ладно, хорошо. Нельзя так нельзя. Окей. А тогда давайте нам палатка-то не понадобится. А спальный мешок хоть можно? Спальный мешок вроде можно. Вроде можно. Так, давайте мы его сейчас вот сюда поставим. И спальный мешок нельзя? Что-то за место такое, где спальный мешок даже засунуть нельзя. Ладно. Окей. Ну, всё, ребята. Всё, что нам остается сделать, это проторчать здесь 24 часа. Ну, либо хотя бы всю ночь. Хотя бы всю ночь, может быть, что-то и произойдёт. Хотя я не уверен. Хотя я не уверен абсолютно. Итак, ребята. У нас тут пока что ничего не происходит. Но это, кстати, вот проводя место, да. Проводя столько времени в каком-то месте, открываются возможности исследовать его полностью. Поэтому я подумал, а что если мы реально с вами посмотрим, что тут интересного мы сможем найти? Может быть, действительно у нас тут откроется что-то? Может быть, как-то будет по-другому работать? Но, окей. Давайте мы сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Детально всё изучим. И для этого, мне кажется, понадобится shift-lock. А ну-ка, давайте мы сейчас с вами включим shift-lock. Это для чего нужно, ребята? Для того, чтобы мы могли посмотреть сквозь стены. И увидеть там что-то интересное. Но мы ничего с вами не увидим, потому что тут стены тонкие. И мы просто, кстати, можем с вами просматривать, что у нас внутри. Опачки. Ребята, я кажется, что-то интересное нашёл. Я реально, походу, что-то интересное нашёл. Смотрите, видите? Видите, у нас есть вот такие вот оранжевые пипки. Вы спросите, для чего они нужны? Я понятия не имею. Я понятия не имею. Так, а я не знаю, по условиям мы можем выходить отсюда или нет? Я не знаю. Но давайте не будем выходить, останемся здесь. Здесь, смотрите, видите, у нас тут есть какие-то оранжевые штуки, которые двигаются вниз. Может быть, у нас какие-то провода вниз двигаются. И мы с помощью них сможем что-то, ну, не знаю, узнать, посмотреть. Хотя, я не знаю, куда они могут там под землю идти. Может быть, там под низом, ребята, будет бункер? Может же такое быть? Я думаю, да, почему бы нет. Но в любом случае, ребята, мы тут с вами стоим и смотрим. Что происходит у нас в данный момент? Как видите, температура у нас стабильная. То есть, ничего пока что у нас здесь нет. И людей, кстати, тоже нет. Вот серьезно. Если посмотреть, тут не так много людей находится. Смотрите. О, мне кто-то уже заявку, друзья, кидает. Походу, подписчики, ребята, уже зашли. Скорее всего, они меня сейчас будут искать. Но они не знают, где меня искать. Они не думают, что я в генераторе абсолютно. А давайте попробуем с вами пролезть каким-то образом вот сюда. О, давайте маленьким сделаемся. Сделаемся маленьким. И таким образом мы сможем пролезть куда угодно. Так, давайте. Оп, сделали. Отлично. Так, теперь... Теперь, ребята, смотрите. Стоп. Оп. Блин, туда не пролезть. Да, видите, туда не пролезть, к сожалению. Ладно, ладно, но... А ну-ка. Чёрт. Нет, туда нереально пролезть. А давайте попробуем, знаете, как сделать? Давайте попробуем взять вот эту вот анимацию. И с помощью этой анимации можешь как-то пролезть туда. Так, давай. Давай, родной. Так, это тяжелее, чем... Опачки, смотрите. Смотрите, у нас тут какие-то оранжевые штуки. Видите? Что это такое? Это не похоже на провода, ребята. Может быть, это какие-то контакты? Стоп. Как это мы сейчас сделали с вами? Как это мы сейчас сделали? О, смотрите. Мы видим полностью, полностью... А ну-ка. Ребята, гляньте. А, это дерево было. Капец. Я показал, что там что-то на полу лежало, на земле. Но это оказалось дерево. Смотрите, видите вот эти оранжевые штуки? Что они... Зачем они нужны? О, кто-то едет. Кто-то едет, видите? Только ужасно почему-то... Что происходит, ребята? Сюда кто-то приезжает. Шесть вечера, ребята. Может быть, это агенты? Там реально внутри как будто агент сидит. Еще кто-то приехал. Ребята, может быть, это реально агенты? Ой. Ты кто? А? Ты кто? Меня кто-то... Меня на руки взял кто-то. Не-не-не, не надо в больницу. Отпусти. Какая больница? Мне нельзя... Мне нельзя выходить. Мне нельзя. 24 часа в генераторе. Мне нельзя выходить. Вы что? Не нужна никакая больница. Так, ну, ребята, чувствуйте себя как дома. Давайте пощелкаем вот этот генератор. Может быть, если мы будем его вот так вот щелкать вперед-назад... Может быть, что-то будет происходить? А ну-ка. Так. Происходит что-то? Не, ничего не происходит. Странно. Очень странно. Капец. Ну, у нас сейчас, ребята, 8 вечера. 8 вечера. Это значит, что скоро-скоро наступит ночь. Это означает, что мы с вами здесь будем как раз-таки практически... Практически 24 часа... Ух ты, посмотрите, куда я пролез. Ребята, я прям внутрь залез. Интересно. Что это за место? Я не понимаю. Что вот это вот за штуки? Что это за штуки? Мне кажется, это реально какие-то контакты. Может быть, их нужно как-то подсоединять или подключать. Я не знаю. Напишите в комментариях, ребята, как вы думаете. Но мы сейчас... Вот нас четверо. Мы сейчас с подписчиками находимся здесь. И тут какие-то непонятные вещи у нас происходят. Я не знаю. Кто-то подписчики... Я видел, ребята, кто-то проезжал. Вы тоже видели. Но он уехал. Такое ощущение, как будто это был кто-то из агентства. Потому что там внутри сидел какой-то черный человечек. Я не знаю. Пересмотрите, пожалуйста, видео. Отмотайте его назад. Гляньте этот фрагмент. Присмотритесь. Кто в машине сидит? Мне показалось, что там реально сидит агент какой-то. Ну ладно. Так, мы ждем. У нас сейчас уже 9 вечера, ребятушки. Это прекрасно. 9 вечера. Это означает, что мы с вами сейчас вот-вот наступит ночь. И мы будем тут торчать всю ночь. Блин, стрёмно, стрёмно. А что если мы с вами еще раз нажмем? Уже ничего нельзя. Уже ничего нельзя. Так, а если мы выключим вот эту штуку? Блин, а вторую? Вторую, видите? Вторую мы выключить не можем. Вторую мы выключить не можем вообще. Стоп, секунду. Кто-то... Кто-то выключил свет. Или это я нажал. А ну-ка. Чё за фигня? Вы видели? То есть я нажимал сейчас на вот этот переключатель и свет выключался. Странно. Ну ладно, я не очень хочу это трогать. Мало ли сейчас что-то поломаем. Так, ну пока еще... Пока еще ничего. Пока еще ничего. Интересного не происходит. Абсолютно. Абсолютно. Вообще ничего интересного не происходит. О, смотрите, кто-то пришел. Кто-то там тоже бегает. Но мы выходить не будем, ребята. У нас 24 часа. Так, уже в 10 вечера. Скоро 11 вечера будет. Это означает, что у нас еще что-то тут произойдет. Так, я боюсь. Я боюсь идти в ночь. Поэтому мне нужно что-то взять. Только вот что. Я не знаю, может быть оружие какое-то взять. Чтобы, мало ли, если придет какой-то агент, чтобы я мог прострелить ему башку. Так, вот этой, вот этой штукой может быть. Или вот этой. Ребята, какой лучше? Я думаю взять вот эту винтовку. Потому что мне кажется, что она прям вообще жесткая. Посмотрите, какая огромная. Ё-моё. Офигеть. Ух ты. Это реально винтовка. Все, ребята. Это капец. Это капец. Так, ладно. Что мы с вами будем сейчас смотреть? Так, самое главное, ребята, нужно всем вооружиться. Это означает, что если кто-то к нам подойдет, мы сразу же прострелим ему яички. По-любому. Так, все вооружились, ребята. Вам нужно всем, всем вооружиться. Быстро вооружайтесь все. Все. Все абсолютно. Вот, я вам говорю, ребята. Все вооруж... О, так, ты вооружился. Молодец. Так, ты щитом вообще? Не, это вообще балдеж. Щит круто. Щит круто. Я тоже хочу себе щит взять. Так, я тоже буду щитком. Тут можно машину создать. Так. Я щитком. Все, ребята, у нас тут все прекрасно. Что с ним? Ребята, это какая-то аномальная зона, походу. Посмотрите, что. Почему он так летает? Почему он так летает? Что происходит? Офигеть. Такое чувство, как будто у нас реально какая-то борода здесь. Какая-то аномальная зона, походу, в этом генераторе, ребята. Так, а если я тоже хочу попробовать? Он велик взял, да? А если я велик возьму? Мне все нормально. Вообще, смотри. Мне все прекрасно. О, мы все на великах теперь. Все отлично. Ни у кого ничего не лагает. Хотя это было странно. Очень странно. Ну ладно. Так, все, выходим. Выходим. Так, ну что? У нас, ребята... Двенадцать часов ночи. Двенадцать часов ночи. Ребята, это капец. Может, покушаем? О, да. Отличная идея. Давай. Давай. Что у тебя есть? Выкладывай. О, ты с собой взял тарелку куриных ножек. Куда ты ее прислоняешь? Оно тебе засохло, походу. Слушай, оно у тебя с тарелкой даже не скатывается. Братан, ты не тем местом ешь. Ты в курсе? Слушай, ты же сейчас делиться этим будешь с нами. Что ты делаешь? Объясни, пожалуйста. Зачем ты так с едой? Ух ты. И ты с бургером. Слушай, бургер больше, чем ты. Так, окей, я понял. Никто нас кормить не будет, поэтому я буду вас всех кормить. Так, вот у меня тоже имеется, ребята, вот такая вот штука. Ешьте. Ешьте, ребята. У нас здесь, это, ланчтайм. 24 часа, ребята, а есть-то по расписанию надо. Так, все хорошо. У нас, ребята, почти 2 часа ночи. 2 часа ночи почти. Офигеть. И пока что ничего не произошло, кроме каких-то там, знаете, мелких аномалий. Так, что, хавай? А хавай-то нельзя. Я уже похавал. Так, ну давайте подсветим. Надо подсветить. Все ли окей у нас? Так, надо всем фонарик раздать. Держи. Тебе фонарик. И тебе фонарик тоже держи. Все с фонариком должны быть. Все с фонариком, ребята. Это не может быть такого, чтобы вы были без фонарика. Это обязательно нужно, обязательно. Так, ну что, ребята, что у нас со временем? Что у нас вообще происходит в этом генераторе? Пока что ничего. Температура, вот эта надпись, да, которую мы видим, она у нас здесь до сих пор. До сих пор, ребята. Ничего здесь не меняется абсолютно. И что бы мы тут ни... Это... Ребята, по оружиям. Быстро. Вы видели, это агентство было. Быстро баррикадируйтесь. Баррикадируйтесь. Ты зачем камеру достал? Ты что, снимать будешь? Ребята, все взяли за оружие. Офигеть. Это кто был? Кто-то из агентства, ребята, в 2 часа ночи пришел. Не понял. Сейчас у нас 3 часа ночи, ребята. В 3 часа ночи он пришел. Так, ладно, ребята. Уходи, пишут. Уходи. Не подходи. Мы ждем, ребята. Мы взяли на мушку вот эту дверь. Если он зайдет, ему капец. Мы его сразу убьем. Так. Ну давай. Ждем. Fake agency. А если не фейк? Если реально он. Так, ребята, держите, держите на прицеле. Держите на прицеле. Так, надо написать. Держите, держите на прицеле. Держите на... Да что ж такое? Прицеле. Вот. Чтобы... Чтобы если он зашел, чтобы мы ему просто продрявили его насквозь, как друшлаг просто, чтобы он был. Так, ну что? У нас пока что ничего не происходит. Опа! Погнали, ребята! Все! Это вообще капец. Мы просто моментально выстрелили. Так. Все нормально. Все нормально. Пока что держим, ребята. Если он еще раз зайдет, ему хана. Уйди с места огня. Уйди, если... Или мы тебя тоже прострелим. Офигеть. Сколько времени, ребята? 4 утра. 4 утра. Офигеть. Нет, не открывай дверь. Не надо. Не надо. Это рискованно. Вдруг это реально не фейк? Вдруг это реально агентство? Чела нет. Мы, походу, его, ребята, убили. Мы, походу, его... Мы, походу, убили его. Агента больше нет. И... Скоро рассвет, ребята. Скоро утро. И, вроде, все хорошо. Да, реально, походу, мы его убили. И он исчез. Подождите. Ну, фейковое агентство бы... Ну, вряд ли. Это же игрок. Он бы не исчез. Ладно. 5 утра, ребята. Мы с вами продержались. Мы с вами продержались до утра. И все хорошо. Кроме вот этого вот последнего момента с агентством. Очень странно. Очень странно. Я не ожидал. Я не ожидал, что такое может быть. Но он появился. И это было... Он в машине? Может быть, это реально был тот агент, ребята, который я просил вас видео перемотать и посмотреть? Может быть, это реально был он? Офигеть. Так. Ну, мне кажется, нам нужно будет потом разобраться, что с ним произошло. Хотя... А ну-ка, давайте, ребята, зайдем, посмотрим. Все, ребят. 5 утра. Нет. Остается еще чуть-чуть. Остается еще чуть-чуть. Но его рядом нет нигде. Так, ребята, как только наступает утро, мы выходим и посмотрим, где этот человек. Если мы его увидим, это будет капец. Так, ребята, 6 утра. 6 утра уже светлеет. Я уже вижу, как небо становится все ярче и ярче. Ух, это капец. Одень бронежилет. Ты уверен? Ты уверен, что нужно одеть бронежилет сейчас? Блин, меня не видно. Меня не видно. Так, вот так может быть? О, отлично. Так, бронежилет. Я не знаю, как он выглядит, этот бронежилет. А, вот тут, наверное. Так, это бронежилет? Нет, это юбка. Где бронежилет? У меня нет бронежилета. Или есть? У меня нет бронежилета. Да нет, ладно, тогда идем налегке. Итак, ребята, 6 утра. Пора выходить. Что, военные пришли? Военные пришли? Ребята, здесь агентство было. Вы в курсе? Здесь было агентство. И вам что-то вообще все равно, походу, да? Офигеть. Ребята, вы в курсе, что тут было вообще? Ну, кстати, не следов этого агента. Вообще, где он? Офигеть. Походу, ребята, как только наступило утро, агент исчез. Странно. Очень странно. Окей. Смотрите, ребята, еще вот это вот видео обязательно. Очень интересно. Я думаю, вам очень сильно понравится. Но это было просто жесть. Субтитры подогнал «Симон»! Смотрите. Продолжение следует...